Стоимость товара плюс еще почти полстоимости за его установку. Герои нашего следующего сюжета приобрели бытовую технику. Покупку оплатили, но пользоваться товаром не смогли до тех пор, пока не отдали еще деньги за то, чтобы техника начала работать. Нарушены ли права потребителя, если о цене за установку вам не сказали заранее? Об этом расскажем в рубрике «Имею право». Заехав в новую квартиру, Дарья с мужем решили обновить и бытовую технику, в том числе плиту. Определились с дизайном и производителем, оформили договор купли-продажи, получили товар. Только вот воспользоваться им сразу не получилось. Рабочие, которые устанавливают кухонный гарнитур, отказались устанавливать духовку и варочную панель. Объяснили, что этим должны заниматься только компетентные специалисты. Естественно, мы сразу же забили тревогу, потому что нам нужно как-то жить, нам нужно установить эту плиту. Мы приехали в магазин и в магазине нам уже подробно рассказали о том, что действительно, если мы устанавливаем технику сами, то она снимается с гарантии, потому что в случае каких-либо поломок мы не докажем, что не мы виноваты в том, что случились какие-то поломки. Заплатить за установку пришлось еще по две с лишним тысячи. Заварочную панель и духовой шкаф. Про эти дополнительные почти пять тысяч рублей должны были сообщить в магазине, говорит юрист Александр Вагин. Да и запугивать потери гарантии продавец не может. Ее предоставляет не он, а производитель. В любом случае, если мы начинаем обращаться к гарантии, зачастую внимательно читая ее, то есть там написано, что гарантии не распространяются на механические повреждения, либо неправильная установка. То есть там не говорится никогда, что кто-то неправильно установил. То есть ни один уважающий себя производитель не напишет ограниченную гарантию. Если вы попали в подобную ситуацию, у вас есть право. Первый вариант. Расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, в том числе за установку. Второй. Если информация вам, как потребителю, в полном объеме предоставлена не была, дополнительные затраты можно считать ущербом и взыскивать его в судебном порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова